Вчера, 30 марта, прошло событие, которое имеет глобальное значение с точки зрения всех постсоветских территорий. Я предлагаю его зачитать внимательно. Суд в Париже отменил взыскание с России миллиарда долларов из-за Крыма. Давайте посмотрим, о чем тут идет речь. Апелляционный суд Парижа отменил решение взыскания 1,3 миллиарда долларов с России по иску украинского Ощадбанка из-за активов в Крыму. Об этом во вторник, 30 марта, сообщается на сайте Минюста России. 30 марта отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО Государственного Ощадбанка Украины, говорится в сообщении прислужбы ведомства. В министерстве объяснили, что суд поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора. А что такое юридикция арбитражного трибунала? А это означает, что на этих территориях юрисдикция даже до поправоконституции, ну Крым спорная как бы территория, да, распространяется только по истцам, зарегистрированным после 92-го года. А Ощадбанк, как отделение Советского Сберегательного Банка, было зарегистрировано раньше 92-го года, в советский период. Обратите внимание. Так, российская сторона доказала, что крымское отделение Ощадбанка было создано до 1 января 92-го года в советский период. В связи с этим, так называемые инвестиции, о которых идет речь в иске, не подпадают под действие соглашения о поощрении взаимной защите инвестиций. Данное решение будет иметь прецедентное значение по другим делам с участием так называемых украинских инвесторов, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях. В ноябре 2018-го года арбитраж в Париже удовлетворил иск Украинского Ощадбанка о взыскании 1,3 миллиарда долларов с России в качестве компенсации за присоединение Крыма. Иск был подан летом 2015-го года. В нем говорилось о потере активов кредитной организации за обесценивание выданных крымчанам кредитов. Банк вынужден был досоздать под них резервы, что обернулось дополнительными расходами и вылилось в чистый убыток по результатам 2014-го года 85 миллиарда гривен. 27 миллиарда рублей против 678 миллионов гривен прибыли годом ранее. О чем говорит этот прецедент? Речь идет о том, что в советский период, ну вообще речь идет о том, что советская юрисдикция продолжает работать. И соглашения, и СПЧ, и арбитражи, они работают только по юрлицам, зарегистрированным после 92-го года. Нужно понимать, что есть еще одна причина, связанная с тем, что Крым не являлся территорией Украины буквально практически сразу после организации ООН. На ООН, при создании ООН, Организации Объединенных Наций, вопрос Крыма поднимался с тем, чтобы передать его Украине. Тогда этот вопрос был заблокирован, но в 54-м году, как вы помните, Крым был передан Украине из состава РСФСР. 60 лет прошло, и Крым вернулся. И вот этим решением парижского арбитража решается стратегическая глобальная задача. Все страны приводятся к территориально-административному устройству на момент распада Советского Союза. Или же на момент учреждения организации ООН. Некоторые ситуации рассматриваются по-разному. В данном случае мы смотрим, что на момент распада Советского Союза Ощадбанк был зарегистрирован, и его имя было просто перенесено на новое юрлицо, а более глубокое территориально-административное деление на момент учреждения ООН Украина была без Крыма. Соответственно, иски, связанные о потере прибыли, не действуют. Кстати, очень часто задают вопрос, ну почему же Крым вышел из состава Украины, а Донбасс так и не смог? Ну, во-первых, потому что Крым – это отдельная государственность, и я об этом записывал целое видео. А Донбасс – это неотъемлемая территория унитарного государства, которое называется Украина. Там не было отдельной государственности в составе унитарной Украины, как это было с Крымом. Напомню, что Донбасс в том виде, как он сейчас есть, был передан Украине даже не большевиками. Это было еще определено условиями Брестского мира, когда Германия оккупировала большую часть Украины и вышла даже в Ростовскую область. И вот эти все… ну, зерновая база Российской империи была оккупирована, и большевики на это были вынуждены пойти, потому что просто не хватало сил. И уже после того, когда Брестский мир был отменен, большевики смирились с этими территориально-административными границами, и таким образом Донбасс попал в состав Украинской Советской Социалистической Республики, что было и закреплено нормативными актами 1922-1924 годов. И с тех пор это считается неотъемлемая часть украинского государства, ну, УССР, потом УНР, ну, в смысле, потом Украина, УНР было до УССР. В любом случае, я хочу обратить внимание на то, что суд в Париже отменил взыскание с Россией из-за Крыма именно по тому факту, что юрисдикция европейских судов не распространяется на активы, зарегистрированные еще в советский период. Прецедентное, очень интересное решение. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом.